Немецкие социал-демократы выбрали революцию. Варшава встревожена. Статья на Рыгноме за 1 декабря 2019 года. Станислав Стремедловский. Социал-демократическая партия Германии готовится к новому повороту, одним из результатов, который может стать ее выход из правящей большой коалиции ГРОКа с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом. Это означает немедленный уход с немецкой политической сцены канцлера Ангела Меркель, досрочные выборы и появление самых неожиданных альянсов в будущем. В минувшую субботу 30 ноября члены СДПГ выбирали тех, кто возглавит партию. По итогам обработки бюллетеней вперед вышли высший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер Воренс и представитель левого крыла партии Саския Эскин. 7 декабря их кандидатуры должны рассмотреть и утвердить на съезде. Интригой стал проигрыш министра финансов Германии Олафа Шольца, выступавшего за сохранение социал-демократов в ГРОКа. И в целом он был ближе к позиции Меркель, чем его конкуренты. Кто бы мог подумать, СДПГ выбрало революцию, замечает по этому поводу Дойчвеле. По мнению издания, для Германии это предвещает не очень хорошие перспективы. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе правительства, социал-демократы, по-видимому, будут продолжать заниматься своими делами и парализовывать федеральное правительство. Искушению может поддаться ХДС, возобновив внутренние споры по поводу партийного руководства и кандидата в канцлеры, которые они недавно урегулировали. Но самой большой неизвестностью станут итоги досрочных выборов в случае выхода из ДПГ и с Большой Коалиции. По прогнозам, они способны оставить за бортом ХДС и ХСС. Как на дрожжах растет популярность немецких зеленых и левых. За союз с ними выступает Эскин. Но для этого социал-демократы должны еще сильнее накрениться влево, выступив с инициативами повышения ради заботы о более бедных избирателях, минимальной заработной платы, социального обеспечения, налогов для самых высокооплачиваемых работников и крупных корпораций. И сделать акцент на климатической политике. А заодно согласиться с тем, что новым канцлером станет кандидат от Бундес... Сейчас. Бундес 90, Ди Грюнен. В этой ситуации единственным выходом для ХДС и ХСС может стать альянс с теми, кого сегодня немецкий эстеблишмент пытается игнорировать. Альтернативой для Германии. Они нас называют нацистами, фашистами и правыми террористами, заявил на съезде альтернативой для Германии, уходящий в отставку сопредседатель этой партии Александр Гауланд. Но мы должны быть рассудительными и настойчивыми. Настанет день, когда у ослабленного ХДС будет только один вариант. Мы. С ним солидарен директор Института демократии и гражданского общества Матиас Квент. По его словам, существует высокая вероятность того, что через несколько лет у нас будет коалиция альтернатива для Германии, христианско-демократический союз, скорее всего, на уровне восточных земель. Это может привести к расколу в ХДС. Некоторые члены ХДС на Востоке открыто говорят, что выступают за такую коалицию, за турбулентностью немецкой политической сцены, при этом внимательно наблюдают в Польше. С одной стороны, правящей польской партией «Право и справедливость» не может нравиться то, как упорно Меркель сохраняет присутствие в большой европейской политике Дональда Туска, ныне возглавившего очень влиятельную Европейскую народную партию. С другой стороны, замечает польская газета отсутствие стабильности и неопределенности в завтрашнем дне в самой важной стране Европейского Союза и это не то, что нам нужно во времена кризиса Запада. Издание считает, что досрочная отставка Меркель с поста канцлера может стать дополнительной проблемой для Польши. Возможно, новое левое правительство способно пересмотреть свою политику в отношении Москвы, что, вероятно, будет означать изменение политики ЕС в данном вопросе. При этом ничего хорошего нет и в альтернативе для Германии, где новым сопредседателем вместо Гауланда станет председатель националистического крыла Тино Чарюпала. Некоторым в нашей стране нравятся антииммигрантские лозунги AFD или ее борьба с политкорректностью, но они не понимают, что такое означает возрождение немецкого национализма для Польши. Как и многие крайние немецкие политики, пограничие Чарюпала смотрит на нашу страну, как на рассадник преступников и хотел бы закрыть границу. Так что, если прогнозы о появлении правящей коалиции альтернатива для Германии, христианско-демократический союз сбудутся, получится, что Варшава окажется перед политической войной. Что в этом случае, что в случае с левым правительством, Польше придется иметь дело с опасной для ее выживаемости немецкой властью. Станислав Стремедловский Немецкие социал-демократы выбрали революцию. Варшава встревожена.